Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. Сегодня в зоне антитеррористической операции произошла первая трагическая неожиданность, о которой, собственно, предупреждали многие специалисты. Потерпел крушение российский самолет Су-24. По информации многих информагентств, самолет был сбит военно-воздушными силами Турции, после того, как нарушил воздушное пространство этой страны. По данным Министерства обороны Турции, перед тем, как открыть огонь, российских пилотов предупредили о нарушении границ, однако они проигнорировали требования изменить курс. И вот причины и последствия этого инцидента, причины и последствия гибели российского самолета, мы проанализируем с нашим гостем, политологом Марком Урновым, профессором Высшей школы экономики и членом Комитета гражданских инициатив. Добрый вечер, Марк Юрьевич. Добрый вечер. Как по-вашему, вот то, что первые потери произстекли как бы не из непосредственно противника, да, как бы, террористов, от вооруженных сил со стороны члена НАТО, это как-то усугубляет или смягчает ситуацию? Да оно не смягчает и не усугубляет, потому что, что касается потери самолета от террористов, это вряд ли возможно у них, техники такой нету. Что касается НАТО, я очень не думаю, чтобы НАТО хотело ввязываться в этот конфликт. Потому что Эрдоган и вообще Турция здесь, конечно, просто, мягко говоря, повели себя нехорошо, воспользовавшись всем, чем только можно, нагрев руки на крови. Я абсолютно убежден в том, что если бы у нас сейчас были нормальные отношения с Соединенными Штатами и с Евросоюзом, и с НАТО, Турция бы себе подобного не позволила никогда. Да, раз. А так это вот укусить, так, чтобы кровью зашлось. И одновременно растопырить пальцы и продемонстрировать, что мы крутые в тени НАТО, и нам ядерная держава нипочем, с одной стороны. А с другой стороны продемонстрировать всему мусульманскому миру, что Турция претендует на роль лидера и оправдывает себя вот такой вот жесткой позицией. Вот на самом деле, когда происходит очень тяжелое, очень противоречивое сближение по поводу борьбы с терроризмом России с ведущими странами мира, когда вот такое вклинивается, конечно, может грозить всякими последствиями. Нет, я понимаю, что мы поддерживаем масса, да, для Турции он враг номер один, но это не повод заниматься смертво-убийством. А тут просто на самом деле страна спекулирует на своем положении НАТО, ставя и Европу, и Соединенные Штаты в очень тяжелое положение, потому что переговорный процесс усложняется, естественным образом, ставя нас в очень тяжелое положение, но зато они играют в свою вот такую мелкую игру. Давайте дадим слово Владиславу Шурыгину, военному эксперту, заместителю главного редактора газеты «Завтра», военному обозревателю. Владислав Владиславович, как Вы считаете, вот случайно ли, что, зная, что самолет российский, все-таки летчики турецкие его сбили и, что называется, не дрогнула рука? Как Вы думаете, Вам слово? Ну, Вы знаете, я думаю, что это ситуация, которая назревала достаточно давно, потому что, во-первых, Торс неоднократно передала свои протесты, и совершенно очевидно, что в этом случае самолет попал в расставленную ловушку, потому что в воздухе находилось несколько самолетов, несколько пар. Совершенно очевидно, как человек, который служил авиации, могу сказать, что для того, чтобы мы урвали такую атаку, необходимо, как минимум, наведение земли, то есть необходимо, чтобы самолет уже находился в воздухе, необходимо, чтобы они имели уже соответствующую подвеску, которая приспособлена для сбития таких бомбардировщиков вниз. Необходимо, опять же, чтобы они в этот момент уже находились в районе лица, потому что зона перехвата – это примерно 7-8 километров, если учитывать скорость, в которой чиркает самолет украинскую территорию, то есть украинскую, в большом счете, украинскую территорию, если предположить даже, что произошло, то это все равно буквально несколько секунд. То есть там слишком много факторов, объединенные в один, чтобы говорить о том, что это была случайная, спонтанная атака и такая быстрая, мгновенная защита от вторжения. На самом деле это был уже очень ясный знак России о том, что есть граница, за которой она переходить, по мнению Турции, не должна. Да, Владислав, а как вы считаете, настолько серьезно вот этот проступок нарушения воздушного пространства в такой ситуации, которая вообще в этом регионе сейчас сложилась? Вам слово. Ну, знаете, я думаю, что с военной точки зрения это, конечно, никакой не проступок. Надо достаточно вспомнить, что ровно два года назад Эрдоган сам лично заявлял, что нарушение воздушного пространства тем более самолетом не является поводом для его уничтожения. Это его собственные слова. Во-вторых, можно понимать, если посмотреть даже на ту проводку, которую выложил, то из Генштадта совершенно очевидно, что самолет не входил в воздушное пространство Сирии с точки зрения целенаправленного вторжения. Он мог, в лучшем случае, чертить ту границу, которая там в виде прямой выглядит. И действительно такой стеретический могло бы положить. Но никакой военной опасности он не представлял, никакие объекты не атаковал, никакой разведки не вел. То есть это, в принципе, просто было то, что называется, подварили и ненялись в небо. Как по-вашему, случайно ли то, что сразу же и руководство США, и НАТО отмежевались от действий турецких военных и сказали, что они не были продиктованы интересами Альянса? Я думаю, что это, конечно, не случайно. Это уже некая такая спородическая реакция, потому что только-только смогли установить в Сирийском миде какой-то порядок, только смогли договориться, только смогли как-то разделить роли. И вдруг, что называется, такой демонстративный акт фактически. Ведь самолет страны НАТО сбил российский самолет. Фактически куда меньше инцидентов, и раньше положили поводом для войны. Поэтому, конечно, для США, для руководства НАТО было крайне важно отойти в сторону от этого инцидента и выставить его как нечто личное, что делала лично Турция для согласования с НАТО, и не от имени НАТО. А как, по-вашему, усугубляет ли ситуацию то, что летчики погибли, если бы как-то их предупредили, может, они бы в более безопасном месте катапультировались? Ну, знаете, вопрос, у нас недостаточно информации. Мы не знаем, в каком состоянии находились летчики, не знаем, что с ними сейчас. Мы не знаем обстоятельств самого поражения, какими ракетами он был поражен. Туринская сторона пока не предоставила никаких данных, подтверждающих, что она как-либо предупреждала самолет, кроме общего заявления. То есть есть все-таки в этом случае обычные аудиозаписи, которые ведутся постоянно, переговоры с экипажем. Поэтому просто отсутствие информации нам очень сложно оценить. Безусловно, у летчиков, если взбивали бы ракетой класса «Воздух-воздух» с аналитационным наведением, у них бы сработала специальная система предупреждения об облучении такой ракеты, и у летчиков было бы там несколько секунд на принятие решения. Но обычно летчики очень редко прямо сразу катапультируют, из-за того, что это кто-то облучает. Поэтому здесь вопросы, которые, к сожалению, не имеете сейчас ответа. Спасибо. Напомню, что это был Владислав Шурыгин, военный эксперт, замглавного редактора газеты «Завтра». Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства «Рейстер» о событиях сегодняшнего дня. Российский Су-24 был сбит над территорией Сирии, а не Турции, ракетой класса «Воздух-воздух» самолета F-16. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с королем Иордании в Сочи. Ранее во вторник в Министерстве обороны России утверждали, что, скорее всего, самолёт был сбит с земли. По словам Путина, когда на бомбардировщик была совершена атака, он находился на высоте 6 тысяч метров на удалении одного километра от турецкой территории. «Наши лётчики и наш самолёт никак не угрожали Турецкой республике», заявил российский лидер. «Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов». Российский президент назвал крушение самолёта преступлением. Он заявил, что трагическое событие, цитата, «будет иметь серьёзные последствия для российско-турецких отношений». Путин также обвинил ещё недавно дружественную Анкару в поддержке воюющих в Сирии боевиков. «Мы давно фиксировали тот факт, что на территории Турции идёт большое количество нефть, нефтепродуктов с захваченных гилл-территорий. Отсюда и большая денежная подпитка». Минобороны Турции опубликовало это радиолокационное изображение, где голубая линия – граница, а красная – траектория движения самолёта. По этим данным, российский Су-24 летел над территорией Турции, когда был сбит. Премьер-министр Турции Ахмед Давут Аглу сказал, что Анкара имела право на ответ, когда её воздушное пространство было нарушено, несмотря на серию предупреждений. Давут Аглу подчеркнул, что Турция будет делать, цитата, «всё необходимое для обеспечения собственной безопасности». Страна-участница блока НАТО впервые с начала 50-х годов сбила российский самолёт. С нами на прямую связь вышел Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа. Добрый вечер, Александр Александрович. Добрый вечер. Как по-вашему, вот то, что действительно впервые за более чем полвека произошла такая трагедия между вооружёнными силами России и НАТО, это может поставить мир на грань какого-либо серьёзного конфликта? – Безусловно, это очень серьёзный инцидент, который может иметь самые серьёзные последствия. У меня на самом деле почти нет никаких сомнений в том, что самолёт не нарушал воздушного пространства Турции. И для этого есть две причины. Первая – Турция вообще-то самовольно сдвинула границу своего воздушного пространства в двух территориях, четыре на пять миль. Вот просто сказали, что наше воздушное пространство именно и на территории Сирии тоже распространяется. Это абсолютно нелегитимное решение, которое не может приниматься на внимание. А второе – естественно, наш самолёт не мог ничего нарушить, потому что он оборудован совершенно современной специальной учрежденной системой, ГЕФЕС называется, которая позволяет самолёту автономно представлять своё место в пространстве и с ювелирной точностью не только осуществлять навигацию, но и наносить удары по противнику. В данном случае такая система на вот этом самолёте Су-24М была. И, по сути, все наши бомбардировщики, которые действуют, и такой системой оснащены. Так вот, в принципе, ему и не нужно было совершать никаких действий для того, чтобы нарушить это воздушное пространство Турции. Но вот Турция заявила, что самолёт нарушил это пространство и произвела его атаку. Так вот, вы вдумайтесь, мы даже не предлагали, что такое может произойти. Во-первых, у нас установлена прямая линия между командованием нашей авиационной группы Воздушно-космических сил Сирии и турецким командованием. В конце концов, можно было поднять телефон и запросить, что там происходит. То есть, наш самолёт полетел не туда, куда нужно. У нас же был ИЦЕД один в самом начале наших боевых действий из Сирии, когда наш самолёт Су-30, ну, при посадке полетел на воздушное пространство Сирии. Это ему потребовалось в плохих погодных условиях для того, чтобы совершить посадку. И там, на самом деле, меньше 50 километров расстояние от аэродрома до турецкой территории. Но после этого инцидент был исчерпан. Мы извинились, сказали, что подобное впредь не повторится. И очень скрупулёзно, тщательно выполняли полёты, чтобы действительно никаких нарушений границы не было. Но Турция всё равно считала, что вот эта вот пятимильная зона над территорией Сирии, якобы это и есть воздушное пространство Турции. Полный абсурд, так сказать, он просто ничем не подкреплён, кроме пожеланий турецкого руководства. И в данном случае вот это нападение можно расстояние только как самое серьёзное провокацию. Тем более, ведь если бы мы могли даже предположить, что будет атака нашего бомбардировщика, мы в конце концов могли бы поднять в воздух наши совершенно современные самолёты Су-30СМ, которые там есть. Это истребители, которые могли бы прикрывать наш бомбардировщик. И тогда бы, я уверен, никакие турецкие самолёты просто не посмели бы атаковать. Потому что они получили бы в ответ, может быть, гораздо сильный удар. То есть здесь много факторов, которые говорят, что это хорошо спланированная провокация. Чья провокация? Либо политическое руководство, либо военных. Это предстоит ещё разобраться. Спасибо. Напомню, что это был Александр Шаралин, директор Института политического и военного анализа. Давайте послушаем заявление российского лидера по поводу случившегося. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случается. Наш самолёт был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолёта F-16. Упал на территорию Сирии в четырёх километрах от границы Турции. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров, на удаление одного километра от турецкой территории. В любом случае наши лётчики и наш самолёт никак не угрожали Турецкой Республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идёт большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Теперь ещё и удары нам в спину, удары по нашим самолётам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской королицы. Если у них, у ГИЛ, такие деньги, а счёт идёт на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счёт торговли нефтью, плюс к этому они имеют защиту со стороны вооружённых сил целого государства, тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Мы, конечно, внимательно проанализируем всё, что случилось. И сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьёзные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнёрам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто это мы сбили турецкий самолёт, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы, и мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. Марки Юрьевич, как Вы считаете, способен ли он, судя по тональности российского лидера, Кремль способен ли он не только к жестокой риторике, но и к каким-то конкретным действиям против своих обидчиков? Ну, не зависит от того, что понимать под конкретными действиями. Что на самом деле, конечно, с Турцией конфликт очень сложный. Турция имеет прямое влияние на Азербайджан. Через Турцию предполагалось ввести трубопроводы. Ну, действительно, она рассматривалась как вполне серьезный потенциальный партнер. Сейчас, видимо, это будет пересматриваться. Я не думаю, чтобы начались какие-то военные действия против Турции. Ну, просто потому, что это не то время, когда, возможно, очередная русско-турецкая война. Да, Турция, на самом деле, тут действительно прикрыта НАТО и понимает, что прикрыта. А вот всякого рода экономические санкции с нашей стороны вполне возможны. Например, прекращение Турпотока туда, от которого Турция достаточно много чего получала. Прекращение всякого рода экономических контактов тоже возможно. Ну, здесь и нам будет плохо, но и им будет плохо. Ну, как всегда, идет война. Идет война, так она идет. Но я не думаю, чтобы Россия могла позволить себе просто вот оставить эту всю историю без последствий. Но от него это нельзя. Восток такого не терпит. То, что сейчас делает Турция, это в прямом смысле слова самоутверждение на Ближнем Востоке. Вот мы такие, мы можем все себе позволить, прикрываясь защитой большого брата. Ну, вот, нет, я понимаю эмоциональную риторику Путина на месте президента любой страны. Она и должна была быть такой жесткой. Ну, а как еще? Ну, одно дело риторика, а другое дело действие. Тут надо продумывать и вести себя эффективно так, чтобы плохо было тому, против кого ты действуешь, а не тебе. Ну, так мне кажется. Александр Шарайовин, вопрос. Как по вашему, вот, Маркского, без последствий? Какие могут быть максимально допустимые, что ли, последствия такие, которые можно, вот, их масштаб просчитать, чтобы не было непоправимого ущерба, как говорится, военные обеим сторонам? Ну, во-первых, я думаю, вряд ли с нашей стороны будут совершены какие-то ответные военные действия, а у нас арсенал достаточно широкий для того, чтобы мы могли нанести какой-то ответный удар, хоть по самолетам, хоть по каким-то объектам в Турции. Но я думаю, что этого не произойдет. Скорее всего, будут предприняты политические, экономические какие-то другие шаги. Но тут очень важно, что ведь вот этот инцидент случился в тот момент, когда у нас наметились какие-то, наконец-то, общие интересы с целым рядом стран натовских. Ну, возьмем тоже Францию. Ведь, как было сказано президентом, что мы должны расценивать французских военных от своих союзников. С французской стороны риторика была такая же. И вот вчера и сегодня только-только началось налаживаться взаимодействие между нашими летчиками и французскими, между нашими военными в Сирии и военными французскими. Даже цель указания, собственно, у французов на нашей основе осуществлялось. То есть мы делились своими данными об объектах ИГИЛ на территории Сирии. И французы за это благодарили и наносили удары. Больше того, планируется, что мы такие удары будем совместными парами осуществлять, когда, допустим, ведущий наш боевой самолет ведомый французский. Это был бы уже новый уровень сотрудничества. Тут же и англичане сказали, что они готовы к этой операции присоединиться. И вопрос шел о создании действительно широкой коалиции. И вдруг в этот момент вот такая жесткая провокация, которая действительно может подстричь ситуацию. Да. Марк Юрьевич, какие вы припоминаете такие эпизоды холодной войны, которые ставили мир на грани, ну пусть не термоядерной, но хотя бы такой горячей войны? Ну, тут ассоциации вполне очевидны и воспоминания вполне очевидны. Карибский кризис и южнокорейский самолет. И, наверное, Пауэрс еще 1 мая? Ну, нет, 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 там не война была. Все было красиво, пропагандно. Карибский кризис, да, вы имеете в виду? Ну, просто, ну что, ну, улетел себе Пауэрс, ну, сбили Пауэрса, обменяли Пауэрса. Нет, ну, это другое. Это на самом деле такой, скорее пропагандная волна, да и Пауэрс не погиб. И совершенно спокойно был обменен на нашего человека оттуда. Ну, нет. Но здесь действительно совершенно другое. Здесь летит боевой самолет, по которому наносится ракетный удар. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. По Пауэрс убили, потому что он, как У-2, летел на той высоте, на которой его, очевидно, не могли достать. А его, вот, говорят, что достали. Хотя там разные технологические истории ходят. Когда сбивали южнокорейский самолет, ну, это был гражданский самолет, залетевший на территорию России. Ну, ну, это холодная война, это действительно барьеры и все прочее, прочее, прочее. Прорыв за железный занавес. Ну, тут ведущие страны НАТО проводят операцию в Сирии. Ну, что, у нас разные союзники, но у нас есть общая зона враждебная. Это ИГИЛ и еще несколько других организаций. Одна из членов НАТО бьет. Повторяю, вот то, что меня здесь, помимо чисто человеческой трагедии, потому что люди погибли. И что это вот еще какая-то такая мелкая пакостность, как вот шавка из подворотни, которая знает, что она всегда может убежать и скрыться, и ее там не достанешь. Она тяпкнула, укусила и убежала, и смотря, что теперь будет. Ну, на самом деле, это так, это образ шавочный. А на самом деле, тут игра вполне расчетливая, потому что Турция под Эрдоганом заявила, давно уже заявляла о том, что она хочет быть лидером мусульманского мира. И сейчас она демонстрирует, что она может это и сделать, не считаясь поведением одной из ядерных держав. Вот мы такие. Да, давайте Александру зададим вопрос. Александр Александрович, как по-вашему, дает ли Кремлю понять, что Россия неугодный член коалиции, и ей здесь как бы не рады? Вот так бы я сказал. Ну, я на самом деле думаю, что Турция не рада никому в этой коалиции. И, судя по ее поведению, вот это вот их возмущение уже дошло до предела. Ведь не секрет, что план, по которому носил удар наш бомбардировщик, представлял из себя основной маршрут для поставок вооружения сирийским боевикам с территории Турции. И товаров, и людей по этому маршруту немало проходило. Возможно, там был чей-то экономический интерес из каких-то крупных генералов турецких или там политиков. И мы наступили на их интересы. И, может быть, эта провокация была именно в ответ предприятия. Я вот в данном случае не думаю, что это личный интерес, к примеру, Эрдогана. Хотя, кто его знает. Потому что дети его тоже бизнесом занимаются. Может быть, и как раз здесь был их бизнес на этом маршруте. Поэтому ситуация на самом деле сложная, она требует разбирательства. Вообще-то, вот при развитии ситуации, которая происходит сейчас, Эрдогану все-таки придется извиняться, на мой взгляд. Хотя я понимаю, что ему это бы очень не хотелось, но придется. Я не уверен, потому что, на самом деле, если бы он не был завязан в этой истории, наверное, вел бы себя по-другому и он, и вел бы себя по-другому премьер-министр, который говорит, что мы имеем право защищать свою территорию. Это политическая позиция. И вряд ли уж так вот частные интересы каких-нибудь генералов и только генералов здесь присутствуют. Не думаю, здесь Турция демонстрирует свою самость, к сожалению. А если это интересы семьи самого президента? Может быть, может быть, но тогда семьи интересы отождествляются с интересами Турции, что впрочем. К сожалению, да. Да, а как по вашему, Марки, случайно ли, что сначала в Египте сбили самолет, теперь в Турции два крупнейших тур Мекки советских и российских туристов? Я, честно говоря, думаю, что это вот случайное сочетание. Потому что, ну, вряд ли так вот можно как... Ну, это слишком сложная конструкция. Там мы сбиваем туристский самолет, а здесь мы сбиваем военный. И таким образом подрываем туристские потоки. Ну, как-то вот... Я не верю в такого рода сложные многоходовки. Здесь скорее... Ну, давайте, да, оставим эту версию в стране. Но сами последствия именно таким будут. Египет будет закрыт и Турция, да? Конечно, конечно, конечно. Думаю, что да. Думаю, что да. Потому что здесь, конечно, блокируется и турпоток в одну страну, и в другую. На самом деле, в самые дешевые и самые популярные маршруты туристические, они сейчас перестают существовать. На самом деле, сейчас по статистике я ее не очень помню. Ну, боюсь наврать, но что-то, мне кажется, что примерно 70% российских граждан, когда бы то ни было, выезжавших за рубеж, люди, посещавшие только Египет и только Турцию. Да, это именно так, Александр Александрович. Как вы считаете, какую тут сверхзадачу решили провокаторы, как вы называете, которые сбили и взорвали еще до этого над стенаем самолеты? Как вы считаете? Я не думаю, что действия вот этих военных летчиков хорошо подуманы. Ну, я не говорю о них. А я думаю как раз о руководителях, которые отдали приказ на уничтожение нашего самолета. Дело в том, что вот еще один интересный нюанс. Я просто открыл карту, посмотреть, куда все-таки наносили удары американские летчики. Так вот, как раз по этим же самым районам в свое время американцы наносили удары у самой границы с Турцией. И что-то я не помню, чтобы турки возмущались и каким-то образом, допустим, наносили удары по американским самолетам. Ну, вот тем более, действительно, видимо, политика, потому что если прекращается турпоток в Турции, то это удар по бизнесу. В общем, очень мощный удар по бизнесу. Ну что, получается, один бизнес защищали, а другой разрушали, что ли? Нет, тут странная на самом деле ситуация. Не думаю, чтобы тут был чистый бизнес. Здесь большая политика, большая турецкая политика, к сожалению. Потому что, действительно, экономических интересов очень много. Это не только туризм. Посмотрите в наших магазинах овощи, фрукты, откуда. Посмотрите, там производство легкой промышленности, товары легкой промышленности у нас сколько их. Я уже не говорю о строительстве, которое ведут турки на нашей территории. Мы у них строим атомную электростанцию. То есть, на самом деле, сфера экономических интересов очень широкая. А вот что с ней произойдет после этого инцидента, трудно сказать. Давайте поговорим о действиях Кремля. Как вы считаете, Марк Юрьевич, нужно ли главнокомандующему какой-то специальный издать циркуляр относительно отношения к турецким коллегам? Ну, это лучше Шаравин. Скажет он военный, на самом деле. Потому что это вещь специфическая. Но то, что президент должен был бы выступить с некоторым развернутым выступлением, мне кажется, это да. Но я думаю, что это он и сделает. Думаю, что он и сделает. Не сделаешь же ни по Египту, ни по Парижу. Там не падали наши самолеты под ударами ракет. Да. Потому что, в конце концов, когда против тебя совершается некоторый террористический акт, ну, это понятно более-менее. Да, сейчас мир втянут в большую войну против терроризма. Но это война государств против сети. Но когда начинается удар государства по государственным самолетам, это уже другая немножко ситуация. Совсем другая. Александр Александрович, как по-вашему, будет ли разрешено открывать огонь по турецким каким-то зазевавшимся тоже самолетам или другим объектам? Ну, я в данном случае уже говорил, что, скорее всего, ответных военных действий вряд ли предвидится. И не потому, что мы не можем их осуществить, а потому что, наверное, я думаю, мы не хотели бы нагнетать ситуацию и усиливать напряженность. Другое дело, что вот странное безрассудство вот в этих действиях, я вижу, с турецкой стороны. Потому что, когда начинали военные действия, мы договорились со всеми. Вы помните, мы с Израилем вели переговоры. Мы с американцами согласовывали свои действия. Чтобы, не дай бог, не произошло какого-то инцидента, и чтобы в воздухе не произошло подобных событий, которые случились сегодня. Но вот, видите, провокация все-таки произошла. И последствия, я говорю, будут серьезные, но, скорее всего, будут все-таки в сфере политики и экономики. А нет такого ощущения, что, на самом деле, действительно, Саш, это я твою мысль подхватываю. Нет такого ощущения, что просто Турция, на самом деле, глубинно не заинтересована в большой коалиции. Потому что это подрывает ее влияние в регионе. Как вы считаете, Турция? Я думаю, что это один из возможных как раз факторов, которые повлияли на их решение. Они очень не хотели, ну, прежде всего, усиления Ирана в этом регионе. А это происходит, причем с нашей поддержкой. И взаимодействие мы еще вчера могли наблюдать только усиливаться. И в военном сфере тоже. И Турция, получается, как бы остается сбоку, и влияние ее уменьшается. Вот это им чрезвычайно не нравится. Это безусловно. Да, вот вчера российский лидер посетил Тегеран. И там вот он фотографировался на фоне таких более похожих на изгоев лидеров. Не на фоне прогрессивных лидеров анти-ИГИЛовской коалиции. Как вы считаете, Марк Юрьевич? Вообще, вот, право ли те скептики, которые предрекали России, вот такие неприятности на этом пути? На каком? На что вот она вмешалась в чужую драку и будет наказана, условно говоря? Ну, на самом деле, влезание в войну всегда чревато. Всегда чревато. Но мне-то казалось, что после всех наших, с моей точки зрения, абсолютно никчемушных и вредных для нас действий в Украине, вот такой вот способ все-таки постараться вернуться в цивилизованное сообщество, не особенно теряя лицо, то есть, ну, просто вот по факту начать сотрудничество. Это хороший был ход. Ну, только вот понятно, что это очень долго будет, это очень болезненно будет, то, что проблема Украины еще не решена, и она будет тут сказываться и сказываться и сказываться. С Крымом все то же самое, боевые действия на Юго-Востоке. Ну, это больная, воспаленная рана, которую сразу не залечишь, и здесь нужны очень аккуратные, очень тонкие, долговременные ходы, просто для того, чтобы все вернулось, если не на круги своя, то, по крайней мере, нормализовалось. Один из ходов, это не значит, что там Украина отодвигается на задний план, она присутствует в умах и Соединенных Штатов, и Европы, и всюду, но один из способов восстановления диалога и демонстрации того, что мы не просто, там, страна-изгой, который там хапает и убегает в сторону, а все-таки как-то озабочены еще некоторыми мировыми интересами, это вот, да, это вот вход в конфликт сирийский. Но здесь действительно, вот, в Турции это ни к чему совсем, потому что, да, действительно, региональные интересы турецкие, они существенным образом находятся в конфликте с региональными интересами, как их нынешнее российское руководство артикулирует, здесь Иран, здесь Асад и так далее, и вхождение с такого рода пакетом интересов России в большую коалицию для Турции очень плохо. Отсюда вот такая вот, такая вот кровавая провокация. Думаю, что на самом деле это самый главный аргумент. Никакой здесь экономики, наверное, экономика присутствует на этом 25-е дело, по-моему. Александр Шаловин, вопрос, как по-вашему, вот Кремль понимает, что невозможно воевать на два фронта, сейчас потихонечку сворачивает свои военные действия на Украине? Ощущается ли информационное затухание вот этой атаки на умы сограждан? Ну, я вижу, что там действительно ситуация очень трудна, вернее, с большим трудом, но все-таки нормализуется. И влияние России, ну, оно очевидно. Без этого никаким образом мирный процесс бы не развивался. Может, он с трудом идет, но все-таки развивается, да? И действительно, я согласен с Марком, когда он говорит, что это решение было вполне обоснованно. Там много причин было, по которым России следовало бы именно вмешаться вот в эту гражданскую войну, которая происходила в Сирии. И дело в том, что эта гражданская война уже была не внутри сирийской. Она уже, по сути, перешагнула все границы. И вот тот же самолет, и наш уничтожный над Синаем, и вот эти взрывы, и, в конце концов, вот этот очаг террористические прямо сели, где штаб-квартира НАТО расположена, он, в конце концов, чашу терпения переполнил всех. И Россия оказалась в ряду тех, кто борется с самой главной опасностью для цивилизации, вот этим исламистским экстремизмом. И мне кажется, это очень важно, потому что Россия действительно показала эффективность своих вооруженных сил. Мы не собираемся все брать на себя и ограничили себя по времени, потому что президент говорил, что мы не собираемся там долговременную войну вести. Задача все-таки найти политическое решение. Но без нанесения поражения, поражения военного поражения ИГИЛ, вряд ли вот этот процесс мирного урегулирования возможен. Но я думаю, что это вот инцидент очень серьезный, и последствия у него тоже весьма ощутимы. Но все-таки, мне кажется, коалиция все-таки будет создана. Марк Юрьевич, в чем разница нынешней коалиции, например, антигитлеровской, с которой президент все-таки нашел нужным ее сравнивать? Ну, во-первых, тогда все было ясно. Чудовищная государственная машина нацистской Германии, мощная, антикрасная, антиеврейская, антилиберальная, антидемократическая. Все есть. Воюем с современной цивилизацией. Человека ненавистнической просто так. Противоставляем ей образ Европы, не отравленной еврейством. Вот пафос. Восстанавливаем исходные корни нордической расы. Со всеми вытекающими последствиями. С евгеникой, с уничтожением людей и прочим, прочим, прочим. Враг один. Здесь совершенно иная ситуация. Здесь не государство враг, здесь сеть. Кроме того, вот эти вот все враги, они еще дерутся между собой, как пухи в банке. И у всех противостоящих этой опасности кто-то ближе, кто-то дальше, у кого-то свои симпатии, у кого-то свои. И они временами сталкиваются. И действительно, тут огромное количество конфликтов происходит. Ну, кроме того, это не в сердце Европы. Это пока что на периферии. Потому что тут много чего. Когда государства начинают воевать против сети, последствия тоже непредсказуемы. Потому что когда начинают в Европе всерьез говорить о том, что возможны террористические атаки химического и биологического оружия. Возможно, грязные бомбы на поясах шахидов. Это технология войны другая, психология войны другая, образ врага другой. И поскольку это не на территории Европы, не на территории США и не на территории России, пока, слава богу, психология людей иная. В общем-то, не очень, насколько я понимаю, ни в Штатах, ни в Европе, ни в России население не готово для мобилизации, посылки, мощных войск, кровавых потерь и так далее. Это же не пусть ярость благородная вскипает, как волна вставает. Идет война, народная, священная война. Другое. Все другое. Хотя опасность на самом деле чудовищная. В самом деле идет на сегодняшний день война темного, антицивилизованного, именно антицивилизованного мира с той цивилизацией, к которой мы принадлежим. Как бы там, кому не хотелось доказывать, что Россия это не Европа, а какая-то своя отдельная страна, мы на самом деле действительно принадлежим к этой цивилизации. Иудео-христианской цивилизации, против которой идет двойной исламский экстремизм. Впрочем, он и против ислама самого и идет, и против всего. Это война против институтов, которые выковывались человечеством в течение нескольких тысячелетий. Да, Александр, как по-вашему, вот чувствуется ли апатия, например, российских наших соотечественников, которые не так, разумеется, не так, как во времена антигитлерской коалиции, это уж что там сравнивают, но даже не так, как с Украиной, не поддерживают нынешнюю политику Кремля на Ближнем Востоке? Мне кажется, все-таки поддержка действий России и Сирии достаточно ощутима. И, конечно, есть противники, но все-таки поддержка среди населения, среди военных, конечно, она абсолютно, потому что делается все возможное, чтобы избежать потерь. И еще второе, и самое важное, ставится вполне ясная задача. Речь не идет об уничтожении ИГИЛ. Это, мне кажется, наши руководители прекрасно понимают. ИГИЛ уничтожить невозможно не только потому, что это сетевая структура, а потому что это идеологическая структура. Но можно нанести военное поражение, то есть уничтожить инфраструктуру, нанести потери серьезной техники в личном составе, в экономическом базисе. И, собственно, все это и делается, чтобы ослабить эту группировку и, ну, по крайней мере, существенно ослабить ее влияние на территории Сирии для того, чтобы перейти к политическому процессу регулирования. Ну, кстати, сейчас, наверное, после этой катастрофы с самолетом поддержка-то эмоциональная у населения будет больше. И я думаю, что еще может начаться такой общий подъем антимусульманских настроений по ассоциации с Турцией. Это вот тоже нельзя исключать. А как по-вашему, Александр, далеко ли до перехода операции в наземную фазу? Ну, в принципе, сегодня сирийская армия и при поддержке ополчения добиваются вполне ощутимых успехов. Я, конечно, не сторонник оценивать возможности сирийской, так сказать, армии, но при поддержке нашей авиации результаты вполне ощутимы. Мы, опять же, не ставим задачу освободить всю территорию, но вернуть контроль над ключевыми аспектами, такие как, допустим, Алеппо, экономический центр Сирии, Польмира, мировой центр культурный, потому что мы все с детства эти картинки Польмира видели на обложках учебника истории. Ну, то есть, ослабить, всячески ослабить военные возможности ИГИЛ, такая задача вполне выполнена. И если еще удастся часть из так называемой умеренной сирийской оппозиции вовлечь в этот процесс урегулирования, тогда можно будет считать, что задача, главное, решена. Да, вы как считаете, Марк, вот спросить ли, например, общая задача всю оппозицию из Сирии против, например, только террористов? В смысле, возможно, это или нет? Не знаю, я здесь очень плохой специалист. Я знаю, что интересов там разных очень много, но, наверное, есть и... Может быть, как раз противоположный эффект, потому что когда подавляется одна экстремистская сила, там играют разные интересы, они начинают проявляться, и, естественно, когда общего врага нету, ну, проявляются те противоречия, которые реально существуют. Но, опять же, это все во многом, в очень во многом будет зависеть от консолидации позиций Соединенных Штатов, Европы, России. В огромной степени это будет зависеть. Как только хоть как-то договорятся о каком-то мирном процессе, о какой-то технологии изменений, ну, это один разговор. Если сохранятся вот эти вот позиции, абсолютно расходящиеся, там, сохранят и осады, не сохранят и осады, ну, значит, там будет продолжаться внутренняя драка даже после того, как основная масса таких экстремистов будет подавлена. Да, Александр, хотел бы спросить, может быть, как разделить зону ответственности вот участникам коалиции, чтобы не накладываться друг на друга, чтобы не было подобных больше и, в принципе, инцидентов, чтобы российский самолет не работал в зоне ответственности турецких ВВС? Ну, в принципе, это уже происходит, потому что зона ответственности делится. Если мы посмотрим, даже вот я вчера смотрел курдское телевидение, Барзани вел переговоры с высокопоставленными эмиссарами американскими. Это, конечно, тоже в Турции вызывает нервозность. Они расценивают вообще любую поддержку курдов, как вмешательство их в внутренние дела. Да-да, вот про курдов заговорил, да. Да, и плюс к этому там же много и этнических, и религиозных групп, а взять тех же друзов, не только курдов. И получается, что их интересы должны быть учтены в будущей Сирии. Или, может быть, я не знаю, может, это не единое будет государство труда сейчас говорить и гадать, но факт тот, что действительно, вот Марк говорил, что там множество противоречивых интересов существует внутри Сирии. Это будет как раз задача не только России, а вообще всех стран-участников коалиции и подумать, что можно сделать для будущего этой страны, чтобы там установился мир. Одна она будет единая страна или нет, может быть, это много каких-то автономий отдельных, может, это вообще отдельные государства будут, время покажет, но на самом деле этот процесс, конечно, очень сложный, но задача самая ближайшая, это, безусловно, нести военные поражения ЕГИЛ и другим радикальным группировкам. Да, вообще эта цель выполнима, как вы считаете? Если будет консолидация, отчего же нет? Отчего же нет? Ну, тут действительно очень много, очень много вопросов надо решать там, потому что мы, скажем, считаем одни организации террористическими, а другие нет. Близкая мне тема, связанная с Израилем. Избалу, да, считается. Избалу с Хамасом. Легитимные вроде, вроде. Почему-то мы их в террористы не записываем. Не записываем. Ну, много чего. Нет, ну, это абсолютно реальные проблемы, за которыми кровь стоит, за которыми масса жертв стоит, и так или иначе все равно эти проблемы. Поэтому надо решать и не уходить от них, если нельзя замалчивать. Александр, как вы считаете, допустили российских специалистов к расследованию вот этого инцидента и к расследованию судьбы наших соседчиков-летчиков и черных ящиков, разбившегося СУ-24? Ну, я думаю, что мы к этим ящикам без всякого разрешения доберемся, и для этого меры будут предприняты. А что касается расследования, то расследование такое должно быть. Если Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией, она должна это сделать. И как себя поведут союзники Турции и Паната, посмотрим. Вот это было бы неплохо, если бы они оказали на нее давление именно с целью провести такое независимое расследование и выяснить, так сказать, кто был инициатором нападения на наш самолет и для чего это было сделано вообще. Я не уверен, что тут кто-нибудь до чего-нибудь когда-нибудь докопается. Просто не уверен. Я тоже не уверен, но это совсем не значит, что не надо к этому стремиться. Нет, это безусловно, конечно. Да, Александр, имеете в виду, чтобы НАТО Турцию поставил на место и сказал, что это будет коллективное следствие. Ну, я думаю, что так или иначе, все равно НАТОвская позиция по этому вопросу будет не в поддержку Турции. Слишком опасно, слишком нагло давать возможность. На самом деле, вот эта опасность для НАТО, очень разные государства, и если они вдруг начинают вести себя так, как им захочется и наплевать на интересы всего блока, то это страшная угроза, потому что НАТО же договор о коллективной безопасности. Спекулировать этим это все равно, что так на ящике с бензином в спичке играть. Да, и причем давно ведь не было этого. Конечно. Спасибо, Александр. Вам тоже. Мы сегодня обсуждали первый трагический инцидент с российским самолетом Су-24, который был сбит турецкими ВВС в небе над зоной конфликта. И соболезнования семьям летчиков, безусловно. Ну, а на «Радио Свободу» звучало программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамозов-Старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Левов. Редактор субтитров А.Семкин